Несколько минут назад крупный телеграм-канал сообщил об исчезновении легендарного российского и советского певца Александра Малинина в горном ущелье Грузии. Жена маэстро, певица Ольга Зарубина два дня назад потеряла связь с мужем. Удалось выяснить, что неделю назад звезда российских романцев вместе с сыном Никитой поехал в Арзамасское ущелье по турпутевке. Александр Николаевич любит активный образ жизни и поменял мягкий диван на Рублевке на скалистые горы в Грузии. Компанию легендарному исполнителю составил тоже звезда российской эстрады его сын сорокалетний Никита Малинин. Известные артисты повели себя самонадеянно и начали подъем в Арзамасское ущелье раньше туристической группы. Последний раз Саша Малинин звонил своей жене два дня назад. Оля здесь классно, это лучшее, что я видел. Взволнованная супруга перезвонила туроператору и поинтересовалась о местонахождении Александра. Оказалось, что артисты пошли в горы другим путем и поэтому разошли с туристической группой. Примечание Арзамасское ущелье одно из самых опасных в Грузии. Именно здесь пропадала певица Вера Брежнева во время съемок музыкального клипа. Но буквально несколько минут назад стало известно, что туристическая группа встретила Никиту Малинина, но одного, без отца. Как объяснил Никита Александрович, они повздорили с отцом и пошли разными дорогами. Сейчас буквально весь российский шоу-бизнес переживает за судьбу поручика Голицына. Ведь Александр Малинин не молод, ему уже 64 года. Непонятно и поведение сына Никиты, который оставил отца в трудную минуту. Когда мы заканчивали это видео, стало известно, что грузинские власти готовят спасательную операцию по поиску Александра Малинина.